Музыка Мы сейчас идём на выставку таких революционеров видеоарта Ширин Нишат и Билл Ваёва. Это вообще первые открыватели видеоарта. И мы идём вот на такую сенсационную выставку, потому что никогда ещё это не было в нашей стране. Ну, короче говоря, это нужно посетить. Лично мне это очень интересно. Это же мой стиль, это Ренат Литвинов. Это же мои рекомендации. Короче говоря, я хочу ознакомиться. Куда мы должны идти? Где это? Касса, гардероб, кафе. А куда? Где выставка? Во-первых, уже лестница производит на меня нереальное впечатление. Вы посмотрите, какая красивая лестница. Вот идите сюда, посмотри. Вот так. Это же супер! Представляете, какой потолок. Я могу даже не идти на выставку, и уже я испытала эстетический шок. Слушайте, как красиво. Вы видели? Очень красиво. Так, я иду и получаю наслаждение, даже поднимаясь по этой лестнице. Это какой этаж? Первый. А разве ты? А это полупервый. Так, идём на выставку. А где же Билл Вайола? Ой, смотрите, какой красивый коридор. Здрасте. 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 Это, вот видите, тихие посетители этой авангардной выставки. И только мы одни нарушаем тишину. А-а-а! Слушайте, какие тут залы. Заходите. Здрасте. А вы знаете, я хочу поставить, позвонить администратору. Да, у нас есть разрешение МНТВ. Ну, всё равно. Позвонить, конечно. Позвоните. Что приятно в данном музее, что служители проявляют бдительность. В хранении даже видеоарта. А у вас есть какое-нибудь специальное образование художественное? У меня художественное нет. А как у вас? Я горный инженер по разработке месторождения полезных ископаний. Вот видите, как вы можете спокойно бросить свою работу и проводить своё... Да. Я закончила Ленинградское горничество. Вот после горного института идти наслаждаться искусством. Спасибо. Спасибо. Так, ну где же этот видеоарт? Всё в печках, в печках. Я просто хочу сказать оду посетителям, которые здесь оказались в четверг, в 4 часа дня. Конечно, мне не позволяет моя... Ну, короче, мне неудобно у них спросить, что они здесь делают, и почему они не на работе. Но видите, люди себе позволяют такую роскошку посещать музеи. О, Билл Виолой и Ширин Нишат. Посмотрите, какая, кстати, оригинальная идея сделать экспозицию. Кстати, целый зал посвящён вывеске. Это, конечно, круто. Это, конечно, может позволить себе не все. Так, и теперь мы идём на... Да, это значит, вот этот художник, он делает всё время такие реплики к картинам Возрождения. И он считается классиком. Я лично, конечно, сделала бы упор на костюмы. Костюмы здесь, я бы сказала бы, сумочка эта. Но художник имеет право на всё. Видите, я тут это самое как его... Экскурсовод в отруба. Нет, вы понимаете, это такая как бы ожившая картина. Ой. Здрасте. Здрасте. Я счастлива представить моего друга и, в данном случае, соратника по передвижению по этой выставке, которую я тоже назвала революционной. Это Аркадий Ипполитов, хранитель итальянской гравюры, кстати. Потрясающе совершенно. С вами связана одна верёвочка, я уже не могу отдалиться подальше. Вот. Мы вот пытаемся постигнуть красоту и прорыв. И революционность. Удаётся? Вот я критикую пока костюмы. А мы уже поняли, что это реплики с картин Возрождения. С одной картиной. Да. Как эта картина называется? Визитациона по-итальянски. Встреча Марии Елизаветы. Встреча Марии Елизаветы. Художник. Понторма. Пон? Понторма. Понторма. Вы очень похудели. Представляете, у одной в животе как бы Христос, а у другой в животе Иоанн Креститель. Одна пожилая, другая молодая. И младенцы уже в животах узнали друг друга. Но мама-то, мама-то об этом ещё пока не знают. Кстати, третья тоже беременная. Ну, во всяком случае, такое впечатление от неё. Боже, а сейчас мы где? А сейчас мы в таком специальном зале, который сделан как дополнение к этой основной выставке, где представлены старые вещи на эти же темы. Боже, почему они такие все жирные тут? Это совершенно противоречит нашему представлению о красоте. Они просто жирные, прижирные. И что-то у них с ногами. Вот здесь сейчас совершенно неправильный канон красоты. Потому что вообще-то совершенно неестественно быть худой и без всяких подробностей. Нужно быть вот такой вот. Я всё призываю в музеи мужчин, чтобы они наконец посмотрели на настоящих красоток. Ну, я не знаю, на настоящих женщин, скажем так. Не продукт этой журнальной красоты. Вот что это такое. Я всё поступаю против продуктов журнальной красоты. Вот это очень красиво, слушайте. Это вообще похоже на какое-то чуть ли... Ой, боже. Как это красиво. Посмотрите, какая красота. А это что? Это персидские миниатюры, которые специально подобраны к Ширинам Нишат, потому что они иллюстрируют любовную историю, воспитывая в персидской поэзии. Посмотрите, какое сочетание этих красок. Я не знаю, они что рисовали какими-то супер тонкими кисточками. Где они выдёргивали такие тонкие волосы? У каких таких животных? У каких-нибудь бурсуков и бельчат на животиках? Я просто когда читала исследования, где выдёргивают эти кисточки, мне просто наворачивали слёзы. Я думаю, боже мой, где же это общество зелёных? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Слушайте, начинается музыка, просто практически как где-то. Ой, мама. Ой-ой-ой. Ну это на разрыв аорты. Где она берёт таких парней? Вообще-то похоже на какой-то страшный сон. Так, девушка, начинается девушка. Слушайте, она опять возвращается. А где она? Пойдёмте смотреть девушку, только тихо. Боже, как это интересно. Мы тоже честь инсталляции. Ну, на самом деле, актёры у неё работают очень классно. И этот беспокойный парень, боже мой, он так беспокойно смотрит. Ну, она очень клёвая. Просто какая-то Мария Калов. Ну, кстати, это круто. Мне нравится. Я на самом деле, что называется, притихла. Значит, она достигла своего, ну, точки этой. Ну, знаете, мне почему-то грустно. Настоящего искусства всегда грустно. И не должно быть всегда весело. И настоящее искусство – это счастье. А после счастья всегда грустно. Даже ещё сильнее и грустнее. Пожалуйста, приезжайте сюда и испытывайте эту грусть вместе с нами. Всё. И это была я, Рената Литвинова и Аркадий Ипполитов из самого сердца Эрмитажа. Редактор субтитров А.Семкин